добрый день мои дорогие подписчики и гости канала с вами таша муляр и вы на моем канале жизнь без дублей сегодня хочу с вами поделиться своим опытом посмотрите вот перед вами два вида рассады и там и там это баклажаны ну вот здесь в кассете еще есть персиков парочка но в принципе вот это рассада баклажанов и это тоже рассада баклажанов и та и другая рассада у меня посажена вот тут у меня написано 7 марта сегодня у нас 31 марта ну будем считать что прошло три недели и посмотрите за три недели вот эти баклажанчики вот так развились да а вот эти баклажанчики посажены в то же время при том смотрите относительно этих в больший объем да они ну практически можно сказать вообще не развились вот мы сегодня будем говорить почему так произошло это первый опыт мой выращивание баклажанов и я сама удивлена как кое-что повлияло на такой рост про это вам и расскажу будем говорить про баклажаны вообще не про баклажаны а про рассаду и про то какие факторы влияют на ее действительный рост и развитие я в общем то и в прошлом году когда пыталась выращивать рассаду в прошлом году я небольшая ремарка я начинающий садовод у меня еще небольшой опыт и это будет мое третье лето третье лето и мой третий сезон а в теплице вот поэтому первый год мы только переехали из москвы сюда жить на дачу я ничего практически заранее мне не было возможности делать рассаду мы переехали в конце апреля и мне даже не знала что у меня будет теплиться второй год у меня уже была теплица но я как-то побаивалась выращивать рассаду поэтому вырастила рассаду только огурцов и помидоров вот а уже в этом году я экспериментирую и пытаюсь использовать различные мои навыки которые я ну получаю вот и в этом году я заморочилась хорошим светом я специально изучала этот вопрос и принципе рассказывала вам и показывала ранее у меня была совершенно простая 18 ватная лампа но обычно она как люминесцентная выглядит сейчас он даже ее покажу у меня просто подключена в одном месте не хочу отключать сейчас покажу вам эту лампу вот она у меня сейчас работает вот здесь у меня такой тут импровизированный инкубатор я уже в принципе в одном видео показывала ну в общем здесь у нас висит котел и под этим котлом находится коллекторный узел но вся разводка теплого пола и поскольку это место тоже теплый пол то здесь у меня высокая температура около 30 градусов получается в замкнутом пространстве и вот я сюда повесила вот эту лампу у меня здесь находятся семена на взращивание здесь бутылки я хлореллу выращиваю в общем и здесь у меня такой инкубатор и здесь этой лампы в ограниченном объеме одной для только просыпающихся семян вполне достаточно ну вот в прошлом году я свою рассаду выращивала с этой лампой купила я ее просто в каком-то магазине в дарвине по моему я купила вот ведь у нее 18 ватт и у меня в прошлом году с ней выращивалась вся моя рассада порядка там 10 штук помидоров пара огурцов несколько кабачков и в общем рассада была вы знаете такая плохонько вот здесь при монтаже если смогу найду кадры покажу ее и меня этот вопрос очень волновал как-то заботил и в этом году я заморочилась светом изучал этот вопрос и нашла компанию у которой я в результате по рекомендации одного опытного селекционера томатов да ну есть такой denis fresh томат с которым у меня был прямой эфир я вам тоже все это рассказывал купила эти лампы недавно и потом вам сказала что ну расскажу свои впечатления на самом деле свои впечатления буду рассказывать не я а растения которые стояли под этой лампы лампа у меня пока подключена вот в таком временном режиме ну вот как-то мне больше некуда было следующее видео выйдет мне уже муж сделал стеллаж мы как раз вот сегодня буду его красить и потом мы туда перевесим эти лампы туда уйдет вся моя рассада но две недели под этими лампами под этой лампы под одной то есть это лампа 50-ваттная она вот в таком легком металлическом корпусе который видите закрывает то есть она не светит в глаза а именно светит на растение это тоже очень удобно потому что это у меня сейчас есть все находится в рамках до кухни мы сидим там за столом и вообще тут находимся и свет в глаза нам не бьет он не мешает она у меня длиной метр и свет у нее ну как бы полезная площадь света это 60 сантиметров вот так и порядка метр двадцать вот в длину получается ну то есть на данный момент вся моя рассада ну даю еще немного потому что я еще не распекировала в общем здесь вся помещалась и вот теперь давайте вернемся к этим баклажанам вот смотрите посаженные 7 марта под этой лампы они находятся две недели они просто вы знаете вымахивают на глазах вот реально просто на глазах огурец который вот самого начала находится под этой лампой он посажен у меня 15 марта то есть вот ему две недели этому огурцу прекрасно развивается у него хороший такой толстый стебелек вот он уже стал давать второй лист и сегодня буквально у меня вылез кабачок я его сразу сюда поставила мне там в инкубаторе вылез тоже посмотрите какой прям будет крепыш я в этом уверена прекрасно себя чувствует базилик вот это у меня цинии причем вот это вот самая большая вылезла еще когда лампы не было и вот эти вот все малыши они вылезли уже под лампы ведь они не вытягиваются наращивают хорошую зеленую массу прекрасно себя все чувствует лук тоже классится вот и теперь давайте посмотрим на вот эти баклажанчики которые стояли у меня на окне в спальне который как я уже сказала растут в большом объеме земли ну просто мне не было куда их сажать я их решила сюда посадить семена одновременно понимаете и вы посмотрите что с ними происходит это просто какие-то зеленые нитки ну разница она настолько понимаете очевидное колоссальное что мне кажется вопрос досвечивать или нет он вообще стоять не может это это просто небо и земля и более того мне кажется что если затрачивать деньги на досветку то нужно действительно выбирать качественный свет вот еще специально выключу эту лампу и покажу вам как она устроена внутри вот смотрите здесь идет светодиодная лента то есть это она светится и вот эти квадратики они разной длины волны свет то есть он так подобран это я специально выбирала универсальную лампу она как бы для выращивания и для наращивания зеленой массы и для созревания то есть я смогу ее зимой использовать для того чтобы устроить себе мини огород она очень легкая эта лампа у нее металлическая вот это вот видите алюминиевая корпус у нее при этом у нее очень удобная система вот подвеса вот вот за за это за это отверстие можно и на крючок повесить и на какую-то веревку вот я буду на стеллаже на веревочку вешать чтобы можно было запускать и поднимать до по мере того как растут растения и вот даже в варианте моего такого временного использования но эффект от ее использование он просто вот не на лице а на растениях поэтому я хотел с вами поделиться своим восторгом и также в сегодняшнем выпуске мы сейчас с вами еще сделаем перевалку вот этих баклажан и я посею еще циние вот такие две циние я уже замочила семена в растворе суспензии хлорелла и вот я для себя недавно открыла все тоже про нее изучила замочила в ней семена синие ну буквально они у меня 20 минут тут лежат и сейчас мы их с вами посеем вот ну в общем поделилась с вами такой моей радостью не ну согласитесь результат просто какой-то особенно в сравнительном анализе какой-то невероятный здесь у меня еще взошли перцы тоже мне было некуда их сажать это перцы которые у меня висят вот там на стене них купила ось вот они у меня как декоративные тут висят ну и бывает в еду я их использую острые эти перцы я взяла один перец распотрошил из него семена они ведь прям такими гроздьями красивыми растут и посадила в этот горшок так что сейчас еще раз пикируем эти перцы то есть я вот из этих ячеек уберу баклажаны и сюда сделаю эти перцы вот такие планы на сегодня ну а теперь давайте займемся вот еще хочу с вами поделиться я купила у нас тут в садовом магазинчике у нас такой маленький есть природное земледелие в александрове магазин вот такой грунт и хочу перцы и баклажаны которые сейчас буду рассаживать вот посадить вот в этот вот грунт не знаю еще ни разу им не пользовалась стоил он 24 литра 430 рублей ну такой я бы сказала дорогой грунт но попробуем сейчас что получится потому что вот этот грунт который я до этого покупала какой-то универсальный фирма я не помню мне не понравился он все-таки плотность какую-то дает несмотря на добавление вермикулита вот и сейчас еще тоже вермикулит добавлю в общем будем сажать сажать буду я баклажаны перевалку делать 700 граммовые у меня стаканчики и думаю что уже до высадки в грунт они у меня в них и будут пребывать и перцы и баклажаны мне кажется что этого уже достаточно цене и буду сажать в контейнер вот в такой уже сделала тут отверстия дренажные цене подобрала я очень крупноцветковые но прям самые какие там были в магазине это вот вообще гиганты бинаре вот но моих любимых малиново-розовых оттенков цене любимые цветы моей мамы на все время их выращивает и столько времени меня уговаривала чтобы я посадила цене ну вот в этом году я уже три сорта у меня взошли игольчатые там синие тоже розовые малиновая смесь окрасок вот я в этот грунт который у меня был до универсальный который мне не очень понравился под добавила побольше вермикулита и цене и посажу в него все таки дорогой грунт оставлю для помидоров и баклажанов так вот и насыпаю он у меня влажный достаточно поэтому я просто сейчас тут попрыскаю прежде чем класть семена опять же уже по моему собственному опыту с теми посадками цене которые у меня взошли заглубляют их немного где-то на пол сантиметра поэтому сейчас я их разложу и я специально вот тут оставляю вот этот бортик потому что их потом можно присыпать когда они уже взойдут до начнут расти потом до семидольных листочков как раз вот на это расстояние можно будет присыпать поэтому это я оставляю и так я теперь раскладываю семена вот прям беру их и просто кладу рядышком так пестрых что трудно увидеть вообще как их кладу ну вот наверное через сантиметр я укладываю тут ускакала я смешала оба эти сорта они похожи и не стал уж там подписывать разделять мне кажется это не суть важно все выложила у меня получилось тут пять рядов вот они прямо эти семечки и теперь беру и сверху присыпаю грунтом где-то примерно пол сантиметра ну прям так чисто символически наверное можно назвать потому что семечки такие маленькие легкие чтобы они потом успели и вот это все смачиваю надеваю пакетик резинки купил такие канцелярские очень удобно зубочистку так делаю отверстия чтобы дышала вот на одноразовой ложке написала что это цене дату посадки и на пакетиках написал номера вот 1 и 2 ну соответственно буду хранить пакетики и потом когда они зацветут будет понятно понравился мне этот сорт или нет ну а дата соответственно мне нужна для того чтобы знать когда схожесть отслеживать схожесть тут я под резинку делаю эту ложку пока и ставлю на досветку ну то есть вот поставлю среди всего моего пока огородика потом на днях уже прямо беру на стеллаж она хорошо всходит и не надо ее в темноту она и тут прекрасно сходит вот как я наблюдаю по моей предыдущей посадки прошло пять дней сегодня 5 апреля и уже вот так выглядит посаженная нами с вами мною с вами циния смотрите какая всхожесть мне кажется что замачивание хлорели тоже очень на нее повлияло ну потому что реально очень быстро зашло дружно ну и опять же то что они стоят под лампой дало возможность им тоже так активно расти да мои дорогие друзья хочу оговориться что я никого ничему не учу я вам самом начале видео сказал что я сама начинающий садовод я просто делюсь тем как я делаю те кто со мной на канале они наблюдают за результатами спасибо вам большое дает мне советы делятся своими какими к своим каким-то опытом и таким образом мы выращиваем вместе вот поэтому из моего опыта потом следует как положительное что-то так и отрицательное вот я например лампы поделилась да ну потому что это реально очень положительный причем быстрее результат да кстати ссылку на производитель лампы эта компания мини фермер и на саму лампу именно как у меня дам в описании к видео и обратите внимание что они могут быть разной длины в зависимости от того где вы их будете устанавливать и как вы видите опять же по мне их не обязательно ставить на стеллаж можно и вот такую сделать конструкцию все равно получите положительный результат ну теперь давайте займемся перевалкой баклажанов я открыла этот чудо грунт он кстати очень влажный вот смотрите прям отлично с его вообще не буду я поливать практически до рыхлой при этом давайте попробуем в него ничего не добавлять будем сажать прямо так так я беру стаканчик сейчас его наполняю наполовину потом сюда ставлю баклажан и досыпаю вот сейчас вскрою эту кассету у меня кстати еще и тут так мог бы порасти да не до заполнил корнями уже перенесем аккуратненько вот эти корни только появились внизу и в принципе стал он набирать вот эту массу вот я хочу его немножко заглубить по семидольные листочки тоже если не консультировалась у себя в чате в телеграме спасибо большое за ваши подсказки вот не радостно что мы там так хорошо с вами общаемся и друг другу помогаем и подсказываем может быть я что-то сейчас делаю не совсем так уж меня поправьте я всегда рада вашим поправкам потому что таким образом мы учимся друг у друга вот оставляю я тут место чтобы мне поливать еще наверное немножко добавлю земли вот ну и посмотрим как уже на стеллаже под лампами будет развиваться мой баклажанчик да какой то кстати у нас сорт это баклажан f1 король севера так развился хорошо он по моему очень доволен мною а я и вот и я купила тоже недавно у нас в садовом магазине вот такой максифол рудфарм агромастер уже в принципе его опробовала на других растениях мне понравилось если найду дам вам ссылку на яндекс маркет чтобы вы могли описание прочитать в общем это с профессиональный стимулятор корней здесь специальные аминокислоты вот все натуральное и разводится 2 миллилитра на литр вот он у меня уже разведен в бутылке я тут поливала цветы которые пересаживала очень мне понравился результат не я полью мой баклажан вот этим вот стимулятором корней ну все в общем сейчас проведу такую же процедуру со всеми остальными включая тех бедняжек которые совсем не развились в том большом горшке нет вы представляете мы тут пока посадками занимаемся вы посмотрите что у меня опять на улице 31 марта пошел снег прям хлопьями а я с утра обогреватель в теплице от своей редиски отключил потому что было солнце конкретно нужно сейчас уже пойти его включать вот такая вот зима никак не хочет уходить от нас но ничего обязательно наступит весна мы же сажаем баклажанчики 4 уже пересадила и только сейчас сообразила представляете надо было мне туда осмокот добавить вот у меня осмокот блюм и тоже денис мне советовал при выращивании рассады добавлять а потом уже при посадке осмокот экзакт в общем сейчас добавлю вот в этот вот горшочек 5 у меня остался этого сорта и потом поставлю ему галочку и потом понаблюдаю как он будет развиваться относительно тех которые без осмокот это же интересно добавлю вот такое количество посмотрим что будет с этим ну теперь пришла очередь этих малышей я думаю что я их не буду в большой горшок сажать тут вообще нет корневой системы вы понимаете вон их даже ее и не видно будем считать что это у меня происходит практически пикировка но я не могу тут повредить корневую систему потому что я ее вообще не вижу это просто вот поэтому я это посажу в кассеты хотя хотелось бы конечно это вот так заглубить наверное даже не знаю что делать мне кажется что в большой объем их еще рано сажать не знаю права я или нет но по моему в большом объеме им делать вообще ничего еще нужно им еще вот тут вот прости и поставлю их под лампу как раз можем с вами наблюдать как они начнут там развиваться вспомнила что у меня есть вот такие стаканчики потому что если заглублять его до семидольных листьев мне вот этого объема просто не хватает вот видите у них пацана сколько разное в общем посадила вот так заглубила добавила тоже туда осмокот сажая сразу в хороший грунт вот я у другого доковырялась до корневой системы считать что ее практически нету вот в общем будем наблюдать это другой сорт у меня это так в отсутствие освещения развился баклажан андрюши f1 андрюши f1 вообще должен быть очень хороший сорт ну в общем не повезло ему с рождения будем оживлять бедняжечка мой за что так со мной скажи почему другим дали солнышко мне нет я бедняжка да я так не хочу я хочу как все так теперь это можно сказать распикируем вот эти перчики их здесь много мне столько не нужно их вот сделаю из них 6 штук наверное на этом остановлюсь остальные как-нибудь вместе все посажу может потом разделены мне просто столько не нужно они зашли все это видите я уже часть он там обстригла то есть уже уменьшала количество среди них ну прям хорошо так дружненько зашли вот что значит свои до семена но они не совсем мои но я имею ввиду взятые из плодов и дальше базилик нужно мне тоже рассадить сейчас покажу вам сорта это вот называется бутербродный лист посмотрите какие у него интересные листики вот смотрите как а корневая у этих перчиков волосочки вот их тоже прикапываю так поглубже закончился у меня этот раствор корнеобразователя сейчас как раз сделаю еще вот беру отсюда видите здесь такая темная жидкость 2 миллилитра набираю и эту бутылку промываю тут шприц по цвету прямо этот гуминовый 1 в раствор получается это же сейчас этим раствором полью перчики эти маленькие базилик у меня бутербродный лист один вот видите здесь даже на картинке у него такие листики неровные а второй базилик карлик вот сейчас я их рассажу тоже у меня их слишком много сейчас получилось мне в принципе столько потом в саду не нужно как указывает практика мы столько не съедаем здесь уже вот такая корневая система я грунт добавила побольше вермикулита тут и добавила сюда осмокот тоже в общем я сейчас сделаю здесь несколько растений но потом в тот большой горшок который у меня освободился от этих несчастных баклажанов остатки посажу вот буду заглублять побольше можно его заглублять вот какой аромат стоит вы не представляете потом уже когда подойдет время высаживать его в грунт я его опять разделю он нормально совершенно делится его черенкуется и высажу в грунт ну а вокруг хочу сделать вот этих вот красный базилик который карлики так посажу вокруг несколько карликов все равно его придется еще пересаживать у меня сейчас для него пока нету особенно мест но чтобы он лучше развивался я его сюда перемещу так потом он подрастет тоже можно будет присыпать специально вот это расстояние оставляю и по краю посажу красный он должен быть по идее более низкорослым но сейчас он почему-то лидирует и вырвался вперед вот надо его сейчас будет побольше заглубить чтобы он не высовывался особенно рассадила получился такая композиция тоже поливаю раствором для укоренения управляю туда же под лампу и высвободившийся контейнер из-под базилика мне кстати был 7 числа по 7 марта я решила распекировать хризантеллу потому что хризантелла у меня взошла видите так неравномерно я щас сюда еще подсела и они вот эти но вновь посеянные маленькие вот они только начинают всходить поэтому вот эти большие хочу уже отсадить тем более что освободилась для этого емкость а хризантелла вообще очень хорошо это же по сути astra относится к пересадкам даже любит их потом лучше развивается так что сейчас я ее по пересаживаю но вообще я жду конечно когда потеплеет в теплице и туда вот смотрите здесь уже какая хорошая корневая система у нее видите так что сейчас мы ее сюда пересадим заглубим немножко он они даже маленькие совсем начинают только сходить я кстати в этом году очень рано посадила астры первый год я их сажала вообще в июне месяце в этот в открытый грунт они у меня зацвели аж в конце сентября в этом году я первый раз вот так рано их сажаю прошлом году як сажала в середине апреля в теплицу вот в этом году я их вот посадила считать середине марта поэтому я надеюсь что пораньше они у меня зацветут в этом году ну вот самые крупные рассадила потому что у меня здесь я сюда еще досеяла здесь не только начинают сходить им будет очень много он ведь и совсем мелкий этот лоточек сколько всего мы переделали пересадку я закончила осталось сделать последний штрих это попрыскать все биостимулятором будем считать что это антистресс суспензию хлорелла вот я добавлю меня здесь водичка туда добавлю небольшое количество и и этим опрыскиваю все мои растения кухню я привела в порядок как будто тут и не было всего этого огородного безумия до компотек да так что сейчас попрыскаем и все растение видите не очень конечно счастливы произошедшему в жизни они пока не понимают просто своей радости кстати вот никто я не видела ни разу чтоб кто-нибудь потом показал что с ними после пересадки до после пересадки сразу после пересадки они обычно выглядят вот так растение но через некоторое время все нормально они встанут но им в этом поможем опрыскаем их хлореллой потом мы их и полили стимулятора туда корне образовательного добавили до биологического поливаю я под корень вы не под корень а в поддон поддон чтобы вода поднималась снизу тогда корни к влажности вниз стремятся и лучше тоже нарастают вот кстати я позавчера очеренковала колес и поставила его вот в этот корнеобразователь вот смотрите тут на одном уже прям внизу вот они прям стали образовываться эти корешки видите уже потемнело и они там начинают образовываться хорошая вещь оказалось вот эти перцы это у меня фон барон они были посажены вместе с этими же баклажанами я когда рассаживала баклажаны сейчас посмотрела там еще прилично есть куда стремиться корням я решила что я пока не буду их переваливать пусть порастут тут а вот так выглядели мои пересаженные растишки через два часа буквально смотрите баклажанчики уже бодрячком все листики подняли такие стоят веселенькие и даже эти бедняжки которые отстающие братишки тоже очень даже бодры и маленькие перчики рассаженные тоже все понялись ну про хоризонтелла я молчу они сразу были хороши но они тоже мне кажется радостно машут мне листочками за то что я им дала больший объем земли так что все удачно пересадилась особенно я переживала вот за эти потому что у них вообще там корня нет вам не смотрите тоже хороши и вот у меня есть уникальная возможность показать вам то же самое только еще через пять дней не через два часа да а еще через пять дней вы посмотрите как баклажаны стали осваивать свой объем вот эти 700 грамм какие у них уже выросли листья правда вот когда в рамках одного видео это показываешь правда ну прям очень виден прогресс и вот эти вот малыши отстающие они тоже посмотрите как хорошо себя чувствуют стали увеличивать листья у них прямо стал стебель утолщаться в общем тоже прекрасно себя ощущают а маленькие перчики стали давать второй листок значит мы все делаем правильно да кстати и очень видно как выросли те перцы которые я пока не стала переваливать на в другой объем в общем все растет и развивается ну все мои дорогие на этом я хочу с вами попрощаться большое спасибо что были со мной надеюсь что мы друг от друга почерпнем много полезного желаю вам прекрасных урожаев крепкой рассады чтобы у нас с вами все росло все цвело и наши труды приносили свои плоды радости своим блаташ муляр до новых встреч на канале вся полезная информация из этого выпуска будет в описании к этому выпуску пока пока до новых встреч приглашаю вас посмотрите другие интересные выпуски на канале выбор теплицы цветник плетень своими руками цветник горка из остатков от стройки ремонта своими руками до новых встреч на канале прекрасных вам урожаев и настроения не